Книга «Открытым оком». Том 2. Тема «Рождение». Вопрос 666. «Не думаете ли вы, что дело не в сергианстве и его декларации? Если бы весь народ не поддержал его, то ничего и не случилось бы. Не безверие ли народа привело к создавшемуся положению?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Все верно. Каждый даст отчет за себя сам». Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Книга Пророка Иеремии, 6 глава, 21 стих. «Посему так говорит Господь. Вот я полагаю пред народом сим преткновения, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут». 9 глава, 4 стих. «Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». Книга Пророка Иезекииля, 3 глава, 20 стих. «И если праведник отступит от правды своей, и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Послание святого апостола Павла Римлянам, 14 глава, 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». В православных людях нет иного стержня, как доверия попу. Каков поп, таков и приход. Даже там, где кто-то не покорился предательской декларацией митрополита Сергия, в большинстве случаев это опять же зависело от пастырей и архипастырей, а так, чтобы каждый сам самостоятельно решал, где правда, о таком почти и не слышали. «Слово же Божие приучает каждого быть ответственным за самого себя». Иоанн Златоуст повторяет. «Смотрите, вместо пастыря не изберите волка». Если бы священники в царской России приучили народ сверять их священнические дела с Библией, то никакого сергианства действительно не было бы. Надпись на стене. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Земля тряслась, волною колебания, был опрокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания, об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были, несомненно, и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах. То экскурсанты записи вели. Мол, были здесь такие-то тогда-то. Да, были, посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам, отметили большое колебание сейсмографы Господни по церквам.